Здарова пацаны! Давно с вами не слышались. В этом видео для вас я постарался собрать самые актуальные способы, которые могут помочь вам разгрузить немного процессор в играх и прибавить чуть-чуть фпс. Тем самым избавить вас от лагов и фризов. Также покажу программу, которая во время игры чистит забитую оперативную память. Приведу небольшой пример. У вас 8 гигабайт оперативки. Вы заходите в игру, игра занимает 6. Через какое-то количество времени вы замечаете, что игра занимает практически всю вашу оперативную память. Из-за этого естественно начинаются лаги и фризов. Так вот, с помощью пару кликов данная программа освобождает место оперативки для вашей игры. Но об этом немножко позже. Сейчас вернемся к процессору. Кстати, буду очень благодарен за большие пальцы вверх и подписку на мой канал. И не забывайте делиться этим роликом с вашими друзьями. Приятного просмотра! Что такое троттлинг? Или как у нас в народе бутылочное горлышко? Я рассказывать не буду, для этого есть гугл, там все подробно описано. Пробежимся быстренько по первому пункту. Температура. Обязательно следите за температурой вашего процессора. При высокой температуре, к примеру 90 градусов, процессор будет сбрасывать свои частоты. Собственно, из-за этого начинаются лаги, фризы и так далее. Потому что прот сработает на низких частотах. Разгон. Если с температурой все в порядке, можете попробовать вручную разогнать процессор. Если не хотите с этим мозг парить, можете включить турбо-буст. Либо как у меня на материнской плате, гейм-буст. Да, это не ручной разгон, но какие-то 200-400 герц может увеличить. Также в биосе можете попробовать настроить тайминги для вашей оперативной памяти. Вирусы. С вирусами, я думаю, и так все понятно. Проверяете ваш ПК и удаляете вручную, либо через антивирус. Лично, как я делаю и как советую делать, просто и без лишних вопросов переустанавливаем ваш Windows. С полной очисткой как жестких дисков, так и SSD. Нужные документы или фотки кидаем в облако. Я так делаю каждые 6-7 месяцев. Благодаря полной и чистой переустановке винды, вы избавите себя от вирусов. Плюс у вас будет более свежая версия Windows. Возможно, она, кстати, уже будет более оптимизирована. Помимо этого, вы установите драйвера для вашей видеокарты. Потому что люди чаще всего накидывают дрова друг на друга. Не только видеокарты, а в общем. Из-за этого собирается кэш, лишний вес на ваших жестких дисках. И самое редкое, но бывает. Неправильно работают и настроены драйвера. После переустановки винды, я советую узнать модель вашей материнской платы. Зайти на сайт производителя и обновить чипсет вашей материнки. Либо есть альтернативный вариант. Это драйвер ПАК Солюшн. Нет, это не реклама. Ссылку я оставлять не буду. Об этой программе я, наверное, уже знаю лет так 10. Очень удобно и экономит ваше время. Открываете программу, убираете ненужные галочки и устанавливаете. Единственное что, обновлять драйвера видеокарты и чипсет через данную программу я не рекомендую. Был у меня один случай, когда я обновил чипсет с помощью этой программы. И после включения у меня комп начал дико лагать. Я снова переустановил винду, обновил все в этой программе, кроме чипсета. И пока запустился без проблем, все отлично. Как я ранее говорил, чипсет установил на сайте производителя. Если вы все-таки переустановили винду, поставили самую последнюю версию. Нажимаем поиск. Пишем windows powershell, pkm и запустить от имени администратора. Вставляем данную команду. Она активирует еще одну схему питания, максимальная производительность. К ней мы вернемся немножко позже. Ну и давайте закрепим первый пункт. Той программой, о которой я говорил в самом начале ролика. Называется она mem-redact. Вбиваем название в гугле. Открываем первую или вторую ссылку. Качаем, устанавливаем и запускаем. Ничего сложного в ней нет. Заходим в игру, играем час-два. Начинаются лаги, фризы. Видим, что оперативка практически забита. Сворачиваем игру и нажимаем очистить память. Либо можно забиндить на определенные клавиши. Некоторым этот способ помогает, некоторым нет. Тут все индивидуально. Такс, с первым пунктом мы закончили. Переходим ко второму. Вертикальная синхронизация. Да, да, этот способ мне помог не один раз. Особенно, если у вас монитор 60 Гц. Включаете вертикальную синхронизацию. И в большинстве случаев процессор должен сбросить нагрузку. На старом ПК у меня процессор i3-4170. Естественно, что во многих играх он грузится на 100%. В общем, я был просто удивлен, насколько хорошо вертикальная синхронизация в Battlefield 1 и 5 помогла мне разгрузить мой процессор. Да, конечно, играть стало не так приятно, потому что была небольшая задержка input lag. Но зато лаги и фризы исчезли практически полностью. Поэтому проверяйте, может кому-то из вас поможет этот способ в других играх. Каким-то чудом у меня даже получалось записывать геймплей в этих играх. Ролики у меня до сих пор остались на канале. Но от ваших глаз я их скрыл. Далее, электропитание. Нажимаем поиск. Пишем панель управления. Переходим на вкладку электропитание. Нажимаем показать доп. схемы. И ставим галочку на высокая производительность. Если вы активировали схему питания максимальная производительность, то ставите галочку на нее. Следующий, открываем мой компьютер. Компьютер. Свойства системы. Сведения о системе. Доп. Параметры о системе. Параметры. И ставите галочку на обеспеченное лучшее быстродействие. Также не забываем поставить галочку на сглаживание неровностей экранных шрифтов. Этот способ также немного разгружает ваш процессор. Убирает некоторые эффекты. Тень подмышкой и так далее. Теперь нажимаем поиск. Пишем msconfig. Вкладка загрузка. Доп. Параметры. Ставите галочку на число процессоров. И выбираете максимально их количество. Либо на одно ядро меньше. К примеру, у меня 12. Я выбираю не 12, а 11. Ну и последняя настройка, которая может также вам помочь. Нажимаем на пуск PPM. Вкладка параметры. Переходим на игры. Отключаете Xbox Game DVR. И возвращаемся на главную. Теперь открываем конфиденциальность. И отключаете все ненужные функции. К примеру, микрофоном пользуемся? Да, значит оставляем. Вебкой пользуемся? Нет. Отключаем. И так далее. Открываем фоновые приложения. И делаем абсолютно то же самое. Отключаем ненужные функции. Бонусом для вас я оставлю ссылку в описании на данный архив. В нем находится команда для схемы питания максимальная производительность. А также папка оптимизации. С настройкой драйверов для вашей видеокарты. Правда там все на английском. Но у меня есть два ролика, там где я подробно рассказал и показал, как настроить видеокарту от AMD или Nvidia. Ссылки в описании и закрепленном комментарии. Папка REC оптимизации FIX содержит в себе файлы реестра. Первые два файла отключают DVR. Третий и четвертый исправляют полноэкранный режим и оптимизируют ваш Windows под многие игры. Пятый и шестой необходимо выбрать один из них. LOW MAD оптимизации для слабых и средних ПК. MAD HIGH оптимизации для средних и выше ПК. Выбираете то, что вам ближе и активируете один из них. Для того, чтобы вернуть файлы реестра в стоковое состояние, открываем папку Default REC Files. И по очереди активируем те файлы реестра, которые вам необходимо вернуть в стоковое состояние. На этом все. Спасибо за внимание. Если у вас остались вопросы, пишите в комментариях. Я абсолютно на каждый отвечаю. Можете посмотреть в предыдущих роликах. Ставьте большие пальцы вверх, подписывайтесь на канал и делитесь этим роликом с вашими друзьями. Большого FPS! Субтитры сделал DimaTorzok 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 Продолжение следует...